2020 год объявлен в России годом памяти и славы. В честь 75-летия Великой Победы в московском районе города Чебоксара стартовала акция «Чистый дом, тепло и уют». Молодые люди приходят к ветеранам, чтобы помочь по хозяйству и узнать из первых уст о героическом прошлом страны. Вот я такой был, конструктор. Так видно? Когда началась война, Анатолию Никитичу Макарову едва исполнилось 11 лет. Три года он прожил на оккупированной территории. После войны Анатолий Никитичу окончил среднюю школу. Затем в Брянском государственном инженерно-технологическом университете получил техническую специальность. Потом работал мастером лесопильного цеха, механиком на мебельной фабрике, ведущим конструктором в НИИ. В 1980 году судьба привела его в Чебоксары, где до выхода на пенсию он трудился заведующим конструкторского отдела ООО «Автомат Стром». Анатолия Никитича мы поздравляли с юбилеем недавно. Ему исполнилось 90 лет, 8 января. И в связи с этим он пригласил нас просто в гости. И когда мы увидели, что ему действительно нужна помощь по дому, он сказал, если вы хотите, можете помочь. Но на самом деле он нуждается в общении, чтобы выразить свои эмоции, поговорить с кем-то. Мы с ним можем и пообщаться, и убраться. Вот в итоге мы совмещаем полезное с приятным. Рядом с гостями хозяин дома и сам молодеет. Он многое может рассказать. Ему есть чем гордиться. Вот мои все дети. Вот у меня старшая дочь, Нина. Затем это Сережа следом идет. А затем младший Виктор. Несмотря на пережитые трудности и преклонный возраст, Анатолий Никитич сохранил удивительную ясность ума и чувство юмора. Он замечательный рассказчик. Волонтеры и гости слушали ветерана с нескрываемым удовольствием. Когда-то в определенное время подросткам я играл на балалайке. Мы веселили девчонок. На гармошке играл когда-то. В наше время не было ни магнитофонов, ничего. Мы все делали сами. Добровольческая акция «Чистый дом. Тепло и уют» работает в московском районе города с 2009 года. В нынешнем юбилейном году у волонтеров много работы. Но это приятные хлопоты.